Приветствую вас, давайте попробуем разобрать ваш текст, который вы написали. Значит, меня интересуют аспекты общения с молодым человеком, который воспитывался в интернете примерно с подросткового возраста. С вами, отрежу, очень добрый, заботливый, но скупные эмоции вращения чувств. Давайте сразу скажем, что если у человека есть какие-то проблемы в отношениях, то ему эти отношения, ему свои проблемы нужно решать самому с психологом или как-то еще. Вот. Но вы за него и его проблемы не решите. Поэтому такое впечатление, что вы хотите быть за него здесь кем-то вроде мамы, родителей и так далее. И мне кажется, что в процессе того, что вы описываете дальше, он уже воспринимает вас, типа, как маму. То есть, его задевают ваши ссоры, вы мало-нему уделяете внимания и так далее. То есть, он переносит на вас свои проблемы с родителями, скорее всего. Вот. И это проблема. Либо вы станете для него родителем, и по сути, он будет относиться к вам, как к своей маме, а вряд ли он относится к ней хорошо. Либо вы простимулируете его быть мужчиной, да. То есть, ну, я чуть позже дам эти рекомендации. И он, соответственно, будет развиваться и все-таки построить нормальные, здоровые отношения. Вот. По своей натуре он очень добрый и заботливый. Ну, доброта и заботливость нуждаются в анализе. Самое главное, чтобы доброта и заботливость ему не вредила и не вредила другим. Потому что доброта и забота бывают разными слишком. Так. Скупные эмоции, выращение чувств, опоргает понятие любви, говорит о том, что испытывает к определенным людям только уважение, теплоту. Ну, это его право. Это его право. Значит. На данном этапе человек способен чувствовать только это. Большего он боится. Боится привязываться к людям. Вот. Боится близости с людьми. Вот. И если вы все-таки его затянете в близость, то вряд ли это будет близость здоровая. То есть двух равных людей. Без психологической помощи этому человеку. Говорит о том, что я уделяю ему мало внимания на его взгляд. Видите, требования от вас. Вы, как девушка, уделяете ему столько внимания, сколько вы считаете нужно. Вот. И мужчина не требует от девушки внимания больше, потому что это его дискредитирует. Это его, ну, может быть, не позорит, но это его делает менее интересным. Понимаете? Делаю мало приятных вещей. Словно требует себе любви и заботы. Да, 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 Кристина, он требует себе любви и заботы, потому что этого у него нет. Это у него, этого у него нет внутри. Он требует этого, этого от вас. То есть через вас он пытается получить то, что ему нужно. По сути он вас использует. Значит, колеблется с отношением ко мне. Ну, тут надо быть поподробнее, что значит колеблется, да. То есть если он, например, хочет с вами близких отношений, но не подпускает к себе, то здесь возможны два варианта. Либо он просто боится близости и с этим ничего не поделаешь. То есть вы можете только сами-сами взять все в свои руки, но тогда вы будете для него родителем, то есть неравным партнером. А либо он специально манипулирует вами, чтобы вы боялись его потерять, тем самым безоговорочно стали бы его, чтобы он не боялся, что вы уйдете. Каждая ссора очень задевает его, и это его проблема, Кристина, то, что его задевает ссор. Но надо сказать, что ссоритесь вы, в том числе, тоже. Поэтому вам свои 50% ответственности за ссору нужно разбирать. Почему ссоритесь именно вы? Что вы хотите? Вот. Вы не написали, сколько времени вы встречаетесь с молодым человеком, но я не думаю, что ссоры как-то оздоравливают отношения. Вот. Как мне правильно вести себя? Более отстраненно, более самодостаточно, ненавязчиво ценить себя, проявлять активность ровно настолько, насколько это вам комфортно, и, в общем-то, отграничит свою ответственность за себя от его ответственности за себя. Так, чтобы вы поняли, что небезразличен мне. Ну, любое проявление вашей активности, это проявление небезразличное. Любое. Если вы просто с ним поддерживаете диалог, это уже значит, что он вам небезразличен. Да, отлично. Вам можно ли когда-нибудь услышать от него «я люблю тебя»? А зачем вам это? Скажите, красиво. Вы тоже нуждаетесь в любви и заботе? Чем это для вас так важно? Подумайте об этом. Пожалуйста. Чем вообще обусловлен ваш выбор такого мужчины? То есть дело не в том, что он там воспитывался в интернете и так далее. Дело в том, что у него проблемы. Вы выбрали мужчину с проблемами, а это значит, что вы, возможно, склонны жертвовать собой, что в дальнейшем может привести вас к созависимым отношениям, которые негативно и очень болезненно будут сказываться на вас. Чтобы этого избежать, лучше вести себя несколько более отстраненно, более свободно, более демократично по отношению к партнеру. Ну и разобраться с тем, чего хотите вы. Потому что вот это ваш последний вопрос, возможно ли услышать от него «я люблю тебя»? Это про вас, это про ваше желание, про ваши какие-то потребности. И поскольку он от вас чего-то хочет, вы хотите чего-то от него, то может быть очень гремучая смесь. То есть это созависимость в самом таком серьезном проявлении. Но с другой стороны, если вы готовы к самому себе себя к родителям, то продолжайте примерно в том же духе. Я думаю, что мужчина уже к вам привязался. Вот, рано или поздно он все-таки впустит вас к себе в свою жизнь. Вот, вопрос только в том, в каком качестве. Вот, с другой стороны, если будете так продолжать, вы можете напомнить ему, его маму или просто его родителям, и еще больше его от вас отдалить. Вот. Так что я думаю, что решать здесь нужно исключительно вам, чего вы хотите и для чего вы строите свои отношения. Вот. Я думаю, так. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.